Навсегда Нужен мне лишь Ты, Бог Нужен мне лишь Ты, Бог Лишь ты мой Новый день, он опять другой Песню дам мне дух святой Вновь голос твой направляет каждый шаг Где бы могла быть моя душа Если б сын весь мир не спас Знаю, теперь я всегда в твоих руках Нужен мне лишь ты Нужен мне лишь ты, Бог Лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты Нужен мне Нужен мне лишь ты, Бог Лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты Нужен мне лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты, Бог Лишь ты, Бог Господь, мы нуждаемся в тебе всегда Наши сердца открыты для тебя Мы желаем все, что ты имеешь для нас И мы даем тебе все, что ты ожидаешь от нас Боже, тебе добудет вся слава и честь Во имя Иисуса Мы любим тебя, Господь Ты Бог, который творит чудеса Ты, Господь, Бог всемогущий Мы любим, мы поклоняемся Мы чтим, мы ценим тебя Во имя Иисуса И весь народ да скажет Амин Слава Господу Аллилуйя Слава Богу, слава Богу, слава Богу Сегодня у меня новая тема для вас Вера, которая действует Звук скрипка Или можно сестру позвать Или само игра Вера, которая действует Вера, которая действует Отлично Чуть еще Отлично Вера, которая действует Послание Галатам Пятая глава Шестой стих Вот на этой ноте Остановись Потом вернись На той же ноте Продолжать Галатам Пятая глава Шестой стих Библия говорит Ибо во Христе Не имеет силы Или важность Или значения Раньше имела А во Христе уже не имеет Не обрезание Не обрезание Но вера Действующая Любовью Сочувствую я евреям Представьте себе Всю жизнь Все, спасибо Им говорили Обрезание важно И цитировали Библию Для этого Цитировали Авраама Цитировали Бога И потом Приходит Иисус И он Заявляет Больше Не нужно Это всегда Проблема Со всеми Людьми Которые В чем-то Двигались И потом Сезон Заканчивается Скажите Сезон Скажи Когда заканчивается Сезон Много Чего Заканчивается И поэтому Представляете Когда Павел Это писал Галатам Они с этим Боролись Потому что Они могли Цитировать Авраама Они могли Цитировать Бога Отца Из Библии Цитировать Бога В какой-то Час Библии Не говорит О том Что то О чем Мы говорим Имеет Отношение К нам Да Это Бог Сказал Авраам Что было Обрезание Но опять же Когда пришел Иисус Который Есть Полнота Всего Этого Это Перестало Быть Это как Призвание Божие Человек Призван В определенном Сезоне И когда Его сезон Заканчивается Не важно Что он Делал До этого Сезон Закрыт И как Мы не Крутились Мы не Пытались Толкать Человека Сезон Закончен Вот Заметите Что В Царстве Божьем Что-то Начинается А что-то Заканчивается Что-то Заканчивается А что-то Начинается Главное Всегда Уметь Ловить Когда Что Заканчивается И когда Что Начинается Чтобы Не драться За тем Что Заканчивается А И ты Вместе С тем Что Начинается Я До Недавнего Времени Не знал Что у меня Оказывается Есть голос Который Заставляет Людей Принимать Истину Я Наоборот Не очень Долюбливаю Свой Голос Он Иногда Мне кажется Не такой Доработанный Вот Когда-то Работал С Лого Фонятор Вы Как всегда Автоматизм Ваш Ошибся Я знаю Как вас Ловить Ну ладно Я работаю С фонятором Вернее Сначала С лого Педом Потом С фонятором Я пошел В фонятор Он Начал Какой-то Он Хвалился Что к нему Приезжают Все наши Певицы Да Женщины Но Когда он Взял Какую-то Штуковину Какая-то Похожая На Не знаю На что Похожая На шоточку Какую-то И он Макает его В какое-то Лекарство И он У меня В горло И начинает Крутить В горло Я сказал Я и фонятор Не друзья Навеки и веки До пришествия Господа Не мое Кто-нибудь Был Фонятор И вот Вот раньше Они так делали Сейчас уже Наверное По-другому Сейчас там Они какие-то Ультра И какие-то Звуки Да И ты начинаешь Мучать И выбраться А тогда Они вот эти Штучки В горло Ужас И я Попрощался С фонятором Навсегда Я решил Какой бы голос Не был Пусть так Останется Это Богом Дальный голос С ним Я и дальше Буду Только с фонятором Пожалуйста От меня Подальше Если вы Фонятор Простите меня Просто я Познакомился С легендарным Фонятором Но он Настолько Грубо Но он Сказал И сказал Это лучше В Украине Оказывается Старые методы Но ничего Я говорю К тому Что я Буду Не торопясь Говорить Эту тему С верой Что Божий Дух Возьмет Эти истины И передаст Нам В духовном Мире Нужно Сориентироваться Правильно Потому что Можно Путаться И поэтому Когда Павел Пришел И заявил Во Христе Обрезание Необрезание Уже не имеет Значения А какой-то Папа Только что Обрезал Своего сына Вчера И ему Собшали Что все это Ты сделал Зря Вот так Тяжело Почему люди Тяжело Оставляют Старое А иногда Залог Успеха Учиться Оставлять Старое Вот теперь Заметите Это не то Главное Что я хочу Говорить Здесь Говорится Во Христе Во Христе Имеется Ввиду Человек Который Покаялся Принял Иисуса И стал Божьим Детем Такие Есть Тут Онлайн Кто-нибудь Есть Молодцы Вот там Говорится Если Ты Во Христе Внешние Религиозные Обряды Действия Уже Не улучают Твою Праведность Не уменьшают Не приближают Богу Не отдаляют Во Христе Достаточно Быть Во Христе Скажите мне Если вы прыгнули В воду На один метр Или на два метра На метр Или на два Где будет Более мокрое Скажите мне Одинаково Когда мы Во Христе Мы все Мокрые Праведностью Божьей Все Скажите Все Кто-то скажет Ой нет Я добавил Обрезание Не обязательно Было Мы все Будем Одинаково Мокрыми Праведностью Во Христе Все Праведны Главное Надо Быть Во Христе Потому что Вне Иисуса Все это Начинает И иметь Смысл Ой Когда я Нахожусь Под деревом У меня Что-то там Приход Везет Меня Под деревом Во Христе Под деревом Не под деревом Не имеет Значения Уже А вне Христа Может быть Но Когда Человек Живет Вот этими Знаками Религиозные Личные Культурные Что было У меня В жизни И ты Живешь Вот этими Мерками Ты Отпадаешь От Христа Во Христе Нет Знаков Во Христе Нет Мой опыт Что я Со мною Во Христе Иисусе Все Погружены В Божьей Праведности И в Боге Скажите Я во Христе Так А что же Главное Во Христе Там написано Во Христе Не обрезание И не Не обрезание А Главное Это Вера Действующая Любовью Заметите Во Христе Центральная Позиция Занята Верою Вера Становится Главное Действующая Часть Нашего Хождения С Богом Скажите Моя Вера Центральная Поэтому Там Говорится Вера И Заметите Вера Твоя Вера Главная Твоя Вера Все Определит Ой Нет Пастор Генри У нас Все Определит Помазание Нашего Пастора Разочарую Вас И Обрадую Вас Нет Не Главный Определитель Помазания Вашего Пастора Как бы Я знаю Вашего Пастора Он очень Помазан Он человек Божий Он искренне Любит Бога Я С Ним Очень Близко Знаком Настолько Что Я мог Его Заменить В любое Время Но Во Христе Главное Для вас Это Ваша Вера Скажи Моя Вера Я потом Покажу Вам Почему Это важно Но Эта Вера Не Пассивная Заметите Главное Во Христе Не просто Вера А во Христе Главное Вера Действующая То есть Вера Которая Что-то Делает Вера Действующая И Атмосфера В которой Вера Действует Называется Любовь Расширенный Перевод Говорит Так Во Христе Главное Вера Действующая Активизированная Вера Которая Получает Энергию Из жизни Или Вера Выражающаяся Через Любовь Через Мир Через Надежду Через Покой Другими Словами Вера Нуждается В атмосфере Которая Называется Плод Духа Если Случайно Вы не заметили О вере Говорится Только что Мы читали Галатам Пятая Глава А о плоде Духа Говорится Тоже Галатам Пятая Глава В одной Главе Самая Важная Атмосфера Для Действия Веры Называется Плод Духа И Самая Отвратительная Атмосфера Губишь Твою Веру Это Дело Плод Вот Это Суд Галатам Послание Галатам Пятой Главы Вера Действующая Но Она Действует Там Где Плод Духа И Она Умирает В действии Там Где Дело Плод То есть Можно Выбирать Вера Твоя Будет Дышать Или Задыхаться Вот Заметите Филимон Первая Глава Пятый Шестой Стих Никогда Еще Мы Не Использовали Я думаю Надо Его Использовать Как-то Филимон То Многие Забыли Что Есть Такая Книга В Новом Завете Написано Филимону Филимон 1 5 6 Слыша О твоей Любви И Вере Заметь Эти Две Вещи Не Могут Быть Друг Без Друга Даже Если Вы Скажете Там Вера Надежда Как там Написано Любовь Заметите Вера Не Проявляется Там Где Нет Любви Надежда Радость Мир Не Проявляются Ей Нужен Это Ее Кислород Невозможно Быть Злым Обиженный И Твоя Вера Работает Не Работает Я Всех Ненавижу Они Все Такие Плохие Но Моя Вера Получит Чудо Нет Не Получит Вот Поэтому Важно Чтобы Хранить Сердце Свое Мягкое Скажите Мягкое Сердце Скажите Всегда Получить От Бога Вот И Получается Слушай О твоей Любви И Вере Это К Филимону Который Имеешь К Господу Иисусу И ко всем Святым Любовь К людям А вера К Богу Замерите Вера К Богу Любовь К людям Твое Отношение С людьми Влияет На твои Отношения С Богом Твое Отношение С Богом Влияет На твои Отношения С людьми Замерите Бог Следит За тем Какие У тебя Отношения С людьми Он За этим Следит Я И Бог Больше Мне Никто Не Нужен Нужни Ладно Нужни Это Мне Нужен Это Мне Нужен Это Мне Не Нужен Это Нужен Это Не Нужен Как Раз Те Которые Ты Выключил Что Не Нужни Бог Добавил В списке Как Номер Один И номер Два Потому что Первую очередь С ними Надо Это То Что Написано В Библии Если Если Ты Принес Жертву И Вспомнил Что Ты Имеешь Или Брать К Тебе Или Ты К Нему Иди Исправ Оно Уже Первое И второе Как Толго Ты Говоришь Этот Человек Мне Не Нужен Этот Не Нужен В этот Момент Эти Люди Они Первые В списке Бог Только Что Поставил Пока С ними Ты Не Разбираешься Твоя Вера С Этого Момента Блокируется Иди Исправ Кто Небось Скажите Амин Я Много Лет Тему Назад Посорился С одним Пастором В принципе Не я Сорился Он Со Мною Я Пытался Ему Помочь Элементарные Подсказки В принципе Он Ничего Плохого Не Делал Он Приносил Идеи Которые Если Есть Пасторы Которые Не Соображают Ничего Не Понимают Как раз Надо К сожалению Я был Из тех Пасторов До сих Пор Я Создаю Проблемы Для всех Которые Приходят К пасторам Считают Что пасторы В Украине Это Пол Тупые Которые Ничего Не Соображают Только Скажи Им Программа Они Побежали А я Как бы Знаю Что Мне Надо В жизни Я Иду Я Не В поиске Каких-то Программ Или Голоден По Мозгам Помогите Нет Я Вроде Соображаю Это Всегда Проблема Поэтому Когда Я пришел На Эту Встречу Пастор Поднимал Разные Я Задал Вопрос Как Человек Который Понимает Что Мне Это Не Надо Это Специально Для Пасторов Которые Ничего Не Соображают Которые Ждут Что Американское Это От Начало Сказать Твоя Лежемудрость Я говорю В чем тут Лежемудрость Я просто Задал Вопросы Короче Он Обиделся И вот Я Помню Я Вернулся К себе В офисе И Говорю Бог 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 Этот Пастор На Меня Обиделся И Покричал На Меня Принародно Ты Знаешь Что Он Развалится И Служение Его Развалится А Зачем Он Это Делает И Я Помню Я Подумал Я Просто Себе Закрой Глаза Пока Развалится Все Уничтожится Потом Уже И Бог Мне Сказал С этого Момента Он Твоя Главная Цель Найди Его И Примирись Как Можно Быстрее Да Он Развалится Да Он Уничтожится Но Это Не То К чему Ты Стремился А То Если Опять Это Я Должен К Нему Идти Да А Он Меня Обозвал Принародно И Я Иду К Нему Да Через Неделю Пока Я Планировал Все Это Вдруг Бог Передумает Этот Пастор Написал Письмо Обо Мне Отправил Всем Пастор Пастор Которые Там Были И Один Из Пасторов Мне Прислал Копию Я Говорю Бог Ты Видишь Что Он Делает Он Он Уничтожает Себя И Бог Говорит Чтобы Он Не Уничтожился Иди К Нему Я Тебя Просил А Я При Чем Ну Короче Я Собрался Нашел Другого Пастора Вернее Сначала Я Один Пошел К нему Он Меня Увидел Жестко Закрыл Дверь Ушел От Меня Следующий Раз Я Взял Другого Пастора Киевского Пришли На Его Богослужение В конце Его Собрания Он Подошел Прошел Мимо Поприветствовал Того Пастора Сел В машину Уехал И Я Стою Меня Окружает Его Лидер Церкви И Говорит Пастор Генри Помогите Нам Наш Пастор На вас Так Обижен Что Все Его Проповеди Это Против Вас Мы Это Понимаем Что Это Не Надо И И Теперь Я Пришел Я Не Знаю Что Дел Его Лидеры Со Мною Состояли На Крещатик Прямо Где Крещатик Пересекается С кем Там На Майдане Залежность Несколько Церкви Недалеку Втором Из Людей Кому Ты Должен И Ты Не Пойдешь Ты Закрываешь Твое Продвижение Заканчивается В этот Момент Кроме Если Ты Это Сделаешь Поэтому Вера Действует Чем Любовью Я С этим Не Разговариваю С этим Тоже Это Любовь Или Нет Скажите Мне Нет Это Не Любовь Это Обида Это Горечь Это Чувство Жертвы Это Ненависть А Это Не Атмосфера В которой Любовь Действует А Павел Говорит Филимону Пятую Главу Первой Главы Пятой Шестой Стих Шестой Теперь Дабы Общение Вере Твоей Оказалось Деятел Ним Дабы Общение Или Выражение Твоей Вере Оказалось Деятел Ним Божья Воля Чтобы Твоя Вера Давала Результаты Чтобы Оно Давало Ползу Давало Плод Давало Результаты Важно Чтобы От Нашей Веры Были Плоды Вы Представляете Много Того Что мы Слышим То ли В проповеди То ли В книгах То ли Видео Слушали Или Учения Все Что Пастор Помазан Провозглашает На нас Оно Пройдет Мимо Нас И Ничего Не Приземлится В нашу Жизнь Если У нас Нет Живой Действующей Веры При При всем При Моей Любви К Помазанию Я Из Тех Пасторов Которые Любят Помазание Иногда Из-за Помазания Притупляется Вера У Верующих Они Мерят Свое Хождение С Богом Тем Что Они Чувствуют А не Тем Что Они Верят В Бога Конкретно И В результате Они Ловимы Дьяволом Левко Шить Защищающий Нас От Стрели Лукавого Это Не Присутствие Божьего На Видео Присутствие Божьего От Кассеты Это Вера Это Шить Веры Скажи Моя Вера Защищает Меня А Помазание Есть Место Да 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 Об этом Мы много С вами Говорим Но Сегодня Я хочу Делать Ударение На Веру Потому Что Настолько Люди Начинают Искать Ого Здесь Под Этим Деревом Присутствие Божьего Наверное Стоп 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 Во Христе Вера Действующая Любовью Минрадская Говорится К Евреям Десятья Глава Тридцать Восемь Написано Так Праведни Есть Праведни Здесь Три Человека Оставание Призваю Вас К Покаянию Праведни Верою Жив Будет Оригинал Откуда Взято Это Находится В нескольких Местах В Ветхом Завете В том числе Аввакум 2.4 Читаем Вот Душа Надменная Не Успокоится Если Ты хочешь Всю Жизнь Будь Встресс Будь Надменной По отношению К другим Людям Библия Гарантирует Человек Который Надменный Поднимает Себя Унижает Других Бог Будет Гарантировать Чтобы У него Было Постоянно Над чем Или о чем Расстраиваться Не Успокоиться Хочешь Успокоиться В жизни Люби Людей Почитай Людей Уважай Людей И ты Будешь Жить Спокойно Кто Небудь Меня Слышит Это Привлекает Мир Божий Помочь Тебе И И Дальше Говорится А Праведни Своей Верою Жив Будет Я По Природе Не скажу Что я Интровед До конца Но На 90% Интровед Я Люблю Сам Быть Люди Меня Напрягают Я Очень Не Понимаю Людей Которые Если Они Одни Они Мучаются Им Нужно Собирать Как Можно Больше Вокруг Себя Я Видел Семейные Парни Бывает Он Экстравед Ему Нужен Друзей А Она Нет И Он Всегда К Нам К С Нами К Нам Она Мучается И Бывает Наоборот Она Друзья Подруги Пожалуйста А Он Мучается Перед Тем Как Вы Приглашаете Все Время Заставляете Вашу Семью В Компанию Быть Спросите У них Это Им Одесс Или Напряжение Мы Думаем Что Мы Делаем Благо А Мы Разваливаем Свою Семью Думая Что Мы Благо Делаем Они Бывают Адаптируются Естественно Люди Понимают Что Деться Некуда Такова Жизнь Уже Суббота Шашляки С одной Группой Воскресенье Еще Другая Группа Понедельник Еще Третья Группа И Бедные Уже Или муж Или жена Уже Воздыхает Но потом Пытаются Адаптироваться Иногда Спросите Было бы Неплохо Не все Мужья Или Жени Любят Чтобы Круглосу Без Конца Компании За Компаниями А я Как раз Когда я прочитаю Это местописание Когда я был Новооброшением Я подумал Бог Прямо Для меня Аввакум 2.4 Еще раз Праведни Верою Своею То есть Мне Компания Не надо Своею Верою Жив Будет Мне Никто Не нужен Особенно Вот Но Это не Говорится О том Что Другие Люди Не нужны Люди Всегда Нужны Скажите Люди Нужны Повернись К соседу Скажи И ты Нужна Я уже Этому Научился Давно Что Люди Нужны Но Замерите Но Что Даст Тебе Успешно Жить Тебе Твоя Вера Скажите Моя Вера Скажи Именно Моя Даст Мне Жить Успешно Замерите Праведни Своею Даже Не верою Жени Не верою Мужа Не верою Сына Мамы Папы Пастор Они Помогут Тебе Обязательно Они Поддержат Особенно Если Пастор Или Ребенок Папа Мама Но Твоя Жизнь Больше Всего Зависит От Твоей Веры Вот Я могу Стоять На сцене Тут И Бог Дает Мне Поручение Что Провозглашать На церковь Да И Провозглашаю А сколько На кого Приземляется Зависит От Его Веры Притом Провозглашается Одинаково А приземляется По-разному Исходя Из того Кто С какой Верой Вот Поэтому Заметите Наша Вера Делает Реальным Все О чем Пастор Проповедует Учит Молится Или Провозглашает В нашу Жизнь Если Ее Нет То Все О чем Мы Слышим Не Станет Реалностью И у нас Просто Религиозное Христианство Где Мы Говорим Правилные Вещи Проповедуем Правилные Вещи Молимся Правилные Вещи Но Ничего Из Этого Не Станет Реальностью В нашей Жизни Я не знаю Вам такое Христианство Надо или нет Мне Лично Нет Мне Жалко Тратить Голос И Понимать Что Все Что я Говорю Это Всего Навсего Культурное Христианство Религиозное Христианство Нужно Правил На Все Говорить А в результате Ни у кого Это В жизни Не будет Тогда Зачем А что Осуществляет Чтобы Стало Живым Наша Вера Вера Дает Нам Результат Скажите Моя вера Дает Мне Результат Вы знаете Что я хочу Вам посоветовать Когда я Стою На сцене Или Другой Человек Стоит На сцене Проповедует Верите Тому Что Говорится Если Вы Не Поверите Как Написано Про Иисуса Он Сказал Как Могут Они То есть Они Не приняли Того Кого Бог Послал И Поэтому Фарисеи Ничего Не Получили От Бога А Бог Имел Для них Да Но Они Не Приняли Того Паштальона Им Не Понравился Дело В том Что Надо Было Верить В Того Кого Бог Послал Если Не Верить Все Что Бог Говорит Через Человека Которого Ты Не Веришь Проходит Мимо Тебя Это Ради Твоего Блага Поверить В Того Кого Бог Послал Ради Твоего Блага И Поэтому Иисус Задавал Вопрос Веришь Ли Что Я Это Могу Делать Да Верю Все Тогда Я Тебе Помогу Если Не Веришь Бог Желает Но Если Ты Не Веришь Иисус Не Собирался Тратить Свое Время На Человек Который В Него Не Верил Поэтому Когда Он Пришел В Галилеи Где Привыкли Есть Такое Понятие Фамильярности В Галилее У них Была Проблема К Иисусу Фамильярности Это Одно Из Главных Проблем В 21 Веке С Одной Сторон Не Узять Делить Себе От Людей Слишком Потому Что Это Не Ветхий Завет В Новом Завете Мы Вообще Мы Можем Сидеть И Кушать Шашляки Вообще Но С другой Стороне Есть Такая Опасность Которая Часто Возникает Фамильярности По той Причине Что Человеки Божии Они Человеки Я Не знаю Вы поняли Кто Они Не Не Ангели А Человеки Да Они Разного Уровня Подход К Жизни Кто Аристократ Кто Пролетариат Какие Еще Бывают Варианты Кто По Разному Они Все Кто С Мозгами Кто Наш Парень Со Двора Они Все Разные Человек Божий На земле Их Настолько Много И Разного Что Я Всегда Удивляюсь Я С одним Из них Общался У него Нету Живое Место То есть Когда Он Был Неверующим У Него Были Татуревки Везде На Любую Тему И Когда Он Покаялся Он По-моему Полгода Молчал Потому Что Он Не Знал Русский Язык Живущий В России Потому Что Его Язык Был Не Русский Язык А Другой Язык Параллельный А Когда Люди Говорят По-русски Он Не Понимал Вот Но Человек Божий Он Человек Божий У него Много Чего Осталось Из Того Но Человек Божий Потом Есть Такой Как Я Человек Божий Тоже С Другими Понятиями Другими Чуть Чуть И Подходом Каждый Бог Призывает Исходя Из Того Места Куда Он Его Отправил Пастор Генри Мы Можем Ребяче Ствовать Просто Быть Себе Там Двор Ребята Ты Все Останешься Человеком Божьим Будешь Дворевым Да Можем А я Не Могу Это Не Я Это Я Буду Фалшивого Я Фалшивый Я Настоящий Я Не Может Таким Быть Что Не Будем Я Понимаю Да Настоящий Я Требует Высокие Стандарты Во Всем Везде Куда Бы Не Повернулся Должно Быть Высокие Пятизвездочные На высоком Уровне Не Только Чтобы Было Все Красиво Но Везде Было Включено Хороших Мозгов И Большое Помазание Параллельно Я Это Люблю И Мудрость Проявлена Это Не Придумано Это Я Такой Вот Это Моя Натураль Заметите Но Эти Человек Божий Нужно Верить И Фамильярности Может Украсть У тебя Очень Много Благословения Я Однажды Увидел Насколько Это Работает Я Приехал В Казахстан Провести Собрание Селения Пришел Приехал КГБ Со своей Камерой Там Было Такое Напряженное Собрание КГБ Сидели Против Меня С двумя Камерами Сиенел Со Своими Камерами И Я Значил КГБ Вот Они Сказали У нас Свои Камеры Мы Хотим Следить За Этим Мадава Я Там Стою На Сцены Аж У Меня Такое Чувство Интрига Что КГБ Меня Снимает Они Будут Смотреть Потом Я Подумал Господи Это же Такой Такая Привилегия КГБ Будет Сидеть У себя В архиве Быстрее С вами Ради Галочки Они Заберут Просто Где-то Спокоят Но Кто-то Посмотрит Ну Ладно Я Когда я Шел На Собрание Ко мне Женщина Подошла Говорит Это Живой Ген Ремодала Я Говорю Да Ой Слава Тебе Господи Моя Мечта Сбылась Она Прикоснулась Ко мне И Селилась А я Собрание Еще Не Начал Получила Чудо Своё Здесь Победа В Киеве Такое Никогда Не Произойдет Знаете Почему Я Не Буду Сказать Почему Пусть Умные Догадываются А У нее Узна Через Год Я Вышел На Сцену Я Говорю Аллилуйя Женщина Говорит Все Принимаю Мое Чудо Еще Не Время Поздно Ген Женщина Сидела Плохо Видела Я Начинаю Проповедовать Она Говорит Свою Соседу Слушай Голос Похож На Генри Мадава Такое Может Быть Чудо Что Генри Мадава У Нас Я Говорю Да Это Он Да Все Сегодня Мое Зрение И Бог Ее Исселил Замерите Фамильярности И Поэтому Многие Проповедники Мучаются С этим Вопросом Где Его Границы Да Это Янгичо Учил Об этом Очень Много Он Помогал Пасторам Потому Что Он Шел От Пяти Человек В церкви Двух Тысяч Десять Тысяч Восемнадцать Тысяч Сто Тысяч Пятьсот Тысяч До Миллиона И Он Прошел Все Эти Промежутки И Он Пытался Учить Пасторам Что Есть Определенный Уровень Когда Ты Будешь Себе Вести Как будто Церковь Десять Тысяч На сто Тысяч Не Пойдет Нужно Чуть Чуть Меняться Когда Уже Сто Тысяч Хочешь На Пятьсот Нужно Меняться Ты Хочешь На Миллион Нужно Меняться Вот И Каждый Раз Когда Пастор Меняется Имеется Ввиду Дистанция Его Найдется Какие-то Люди Которые На Него Обидятся Вам Подсказать Ключ Как Остаться Рядом С Пастором Кром Будем Меняться Так Подсказать Вам Быть На Одном Шагу С Ним Развиваться Вместе С Ним Чтобы Он Тебя Поставил Лидером Рядом С Ним Вот Это Единственное По Другому Никак Другого Нету Если Ты Не Соответствуешь Обязательно Наставить Тебя На Каком-то Уровне Берет Других Собой На Следующем Ну Ладно Вот Поэтому Получается Что Вера Твоя Должна Давать Результат Давайте Посмотрим С вами Сама Платформа Веры На Что Строится Наша Вера Я Хочется Чтобы После Этого Учения Не Сегодняшняя Толка И Следующая Неделя Чтобы Вы Настолько Доверяли Богу Как Вы Дышите Воздухом Так Легко Доверять Богу Кто Небудь Хочет Такое А Чего У вас Этого Нету Ну Ладно Хорошо Платформа Веря 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 Платформа Веря Халлилуйя Вы Еще Со Мною Я Иногда Случайно Включаю ВСИ-ТВ Кто Небудь Слышит Что Такое ВСИ-ТВ Кто Небудь Подписан На ВСИ-ТВ Не Так Вопрос Кто Небудь Подписан На ВСИ-ТВ 300 гривен При выходе Нужно Быть Подписан На ВСИ-ТВ Вот Это Обязательно А Кто Небудь Видит Инстаграм Пастор Генри Хорошо Фейсбук Пастор Генри Хорошо Кто Небудь Не Подписан Ни Там Ни Там 600 Гривен При выходе Короче Вы поняли Какие штрафы Тут Это Я считаю Что Человек Должен Быть Из Церкви Победа Фейсбук Церкви Победа Фейсбук Пастора Генри Инстаграм Церкви Победа Инстаграм Пастора Генри Надо Чтоб Человек Подписался Надо Быть Надо Быть Патриотом Своей Церкви Своего Пастора Если Ты Из Тех Свобод Радикали Нет Мне Главное Господь Не надо Подписаться А то Потом Начинаешь Писать Такую Гадость Но Это Я так Считаю Нужно Быть Патриотом Своей Церкви И Своего Пастора Кто Будет Скажите Амин Если Вы С другой Церкви Будете Патриотом Вашей Церкви И Вашего Пастора А у меня Нету Пастора Я Просто Свободен Во Христе Вы Просто Бундар Быстрее Супер Духовным Или Заражены Разными Ложными Учениями Или же Свободой И вы Толкового Ничего Во Христе Никогда Не Сделайте В Царстве Божьем И Куда Бы Вы Не Пришли Вы Приносите Проблемы Всегда С Этими Свободными Радикалами Господи Это Тут Одна Сестра Пришла В Церковь К Богу Нет Никто Кто Не Ходит В Церковь Просто Так Либо С Пастором Забунтовал Создал Проблемы Что-то Натворил Поэтому Не Ходит В Церковь Не Бывает Человек Просто Решил Не Ходит В Церковь Такое Не Бывает Мы Тело Христовое Представь Себе Если Моя Рука Сегодня Побежала Прилепилась К Саше Тарнополски Он Был Пришел Домой Жена Был Сказал Саша Верни Задай Руку Где Ты Забрал Поэтому А я Как Один Сказал Я Воскресенье Победа Потом Там Потом Там В еврейской Общине Потом Я В посолстве Потом Я Там Потом Я Возрождение Потом И В конце Дня Я Наполнен Нет В конце Дня Ты Запутан Ты Не Заполнен Все Эти Каждые В отделности Окей Ты Не Можешь Ухо Которое На Шесть Телах Одновременно Это Очень Странное Ухо И Все Странные Ухо Доскажут А Ухо Не умеют Разговаривать Да Они Только Слышат Молчо Отчего Ты Так Говоришь Пастор Геннер Потому что Я Ваш Пастор Моя Задача Воспитывать Платформа Веры От Луки 12 Главы 32 Важное Местописание Это Иисус Говорит От Луки 12 32 Он Говорит Не Боя Мало Стад Платформа Веры Ибо Отец Ваш Небесный Ваш Благоволил Дат Вам Царство Сразу Вы не увидите Тут Платформа Веры Но Как раз Это Есть Ключевой Бог Уже Решил И Захотел И Принял Решение Дать Вам Скажите Дать Мне Царство Три Вещи Выражаются В этом Стихе Первое На что Строится Наша Вера Первое Воля Божия Он Уже Благоволил Дат Нам Царство Это Его Воля Два То есть Получается Воля Божия Есть И Притом Она Неизменная Что Такое Воля Божия Это Неизменная Позиция Господа Бога Он Уже Благоволил Когда Нас Не Было Мы Не Присутствовали Мы Не Махали Руками Мы Не Плакали Перед Ним Он Сам Решил Когда Вы Будете Читать Библию Вы Найдете Много Раз Когда Бог Решил Без Нашей Просьбы Он Просто Сам Решил И Нам Просто Сообщили Заметите Это Важно Важно Найти Все Это И Закрепить Внутри Себя Это Я Разговаривал С Моей Мамой Ой Мама Она Говорит Ой Мне Снился Плохой Сон А Тебе Хорошо Какой Ну Вот Мне Снился Что Ты Там Она Мне Рассказывает Рассказывает Я говорю Мама Представь себе Сатана Настолько Меня Боится Что Он 15 Тысяч Километров Побежал Дать тебе Сон Для Того Чтобы Ты Мне Рассказал Чтобы Я Сказал Ой Господи Помоги Мне Я Говорю Этому Дьяволу Я Я Сначала Скажи Ему Что Если Тебе Есть Информация Для Генри Сам Ему Передай Потом Я Сказал Стоп Не Надо Запрещаю Тебе Дьявол Приносить Такие Сни Моей Мамы Запрещаю Тебя Ты Не имеешь Права Во имя Иисуса Амин Жестко Сказал Все Мама Забудь Обо Все Как Забудь Это Мое Дитё Я Говорю Я Твое Дитё Что Касается Твоей Души Да Чтобы Ты Себе Чувствовал Мама Я Сяду Возле Тебя Ты Глядишь Мне Голову Пять Секунд Дам Ну Сколько Маме Можно Дать Пять Секунд Хватит Чтобы Больше Разве Вот Как раз Она Меня Увидит Прибежала Обняла Погладила Пять Секунд Вопрос Закрыт Её Чаша Переполнена Уже После Пяти Секунд Она Это Знает Я Говорю Вот Вне Эта Мама Я Не Твой Син Вне Этого Я Призван Богом Я Сказал И для Твоей Информации Не Я Сам Себе Призвал Я Был Занят Своими Делами Он Ко мне Пришёл Он Меня Попросил Он Мне Сказал Генри Иди Сюда У меня Для Тебя Дело Поэтому Эти Сни Глупые Пусть Тебе Не Мешают Не Переживай Мама Меня Кое Кто Звал И Я Вошёл И Там У меня Есть Охрана Не Церковная Победа Ребята Подумали Мы Нет Поэтому Ты Не Переживай Мама За Такие Мелочи Вот Тут У нас Колдунь Я Говорю Господи Мама Ты Прямо Сидишь Думаешь Колдунь Что Колдунь Ты Понимаешь Что такое Колдунь Для Меня Это Детский Сад Дети Маленькие Играются Для Меня Это Вообще А Тогда Я Теперь Буду Спокой Вот Если Бы Ты Была Спокой Этот Сон К Тебе Вообще Не Пришел Не Я Бог Призови Меня Нет Я Не Планировал Он Звал И Поэтому Когда Кто Выступает Против Меня Я Смотрю На Них Мне И Жал Я Себя Не Звал Я Тоже Не Хотел Для Вашей Информации Я Хотел Сбежать От Этого Всего А Он Сказал Генри У тебя Другого На этой Земле Нет У тебя Задача От Меня Да Да Хорошо Господ Я Вошел Я Чужое Имущество Я Чужое Имение Вы Понимаете Принадлежу Кому Кто Меня Звал Обучал Поставил На службу И Вот Я Там Нахожусь Это Надо С Ним Иметь Дело Кто Нибудь Скажи Амин Читаем От Люки 12 32 Смотрите Отец Ваш Благоволил Дать Вам Царство Это Ваше Решение Это Кто Небудь Принял Решение Из Нас Тут Нет Кто Принял Решение Отец Мы Там Были Нет Мы Голосовали Нет Мы Просили Нет Мы Плакали Нет Мы Рядали Нет Он Сам Решил У меня К вам Вопрос Как Часто Бог Меняет Свою Позицию Библия Говорит В нем Нет Ни Тень Ни Перемены Если Он Благоволил Решил Зная Бога Он Не Меняет Позицию Значит До Сих Пор Благоволил Благовол Благова Сейчас Что Он Делает Саша Сейчас Благоволит А завтра Короче Завтра У вас Ничего Нет У вас Хватит Только На сегодня А Иисус Вчера Сегодня В веке Тоже Скажи Господь Бог Не меняет Свои Позиции Что Если Бог Говорит Я Тебе Что Отдал А Ты Говоришь Нет Ты Этим Заявляешь Что Бог Поменялся А Он Не Меняется Все Что Связано С Царством Божьим Бог Благоволил Благорасположился Сам Внутри Тяга Появилась У него Дат Нам Заметите Откуда Наша Вера Рождается Где Платформа На что Мы Строим Наводите Неизменные Позиции Божьи По Отношению К нам Второе Написано Благоволил Это Его Настрой Скажите Божий Настрой У него Какой Настрой У него Благорасположение Вы Когда В жизни Встретили Человека Который К вам Благорасположен И Человек Который Рядом С ним К вам Благорасположен Антоним Какой Благорасположен А Антоним Враждебно Расположен Допустим Благорасположен Враждебно Мама Папа Скажем А кто Из них Благорасположен Папа Естественно Ну ладно Давайте Скажем Мама И бабушка Благорасположена Бабушка Враждебно Расположена Мама Потому что Сахар Лежит Везде На кухне Бабушка От этого Весела А мама От этого Ужасна Если вы Посмотрите В глазах Этих Двух Будет Разница Или нет Да В глазах Бабушка Что там Будет Спышка Улипка Правда А у мамы Уарла Знаешь Когда орел Собирается Ловить Что-то Кто Сахар Насыпал Ребенок Смотрит На бабушку Эй Бабушка На маму Не я Только От взгляда Бог Имеет Одно Качество К нам Кто Во Христе Благо Расположение Скажите Благо Расположение Бывает Лишь Кодничает Внук Да Благо Расположение Бабушки Я про маму Пока не говорю Благо Расположение Бабушки Уходит Не Бабушка Думает Ну ладно Я тебя покормлю Еще Боже Ты будешь Себя вести Хорошо Из-за этого Замерите Написано Он Благоволил У него Благо Расположение Третье Дать нам Что-то Конкретно Царство Замерите Три вещи На которые Дьявол Атакует Нас Атака Номер Один Неволя Божия Когда Дьявол Хочет тебя Остановить Он Поднимает Вопрос Это Не воля Божия Для тебя Вторая Атака Бог Тебя Не любит Да Это Его Воля Но Только Для тех Кого Он Любит А ты 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 Причем Он Тебя Не любит Третья Атака Ну ладно Это Воля Божия Бог Тебя Любит Но Именно Это Дать Тебе Не Хочет Вот Это Три Позиции Если Человек Внутри Себя Смогу Эти Три Позиции Победить Можно Преодолеть Любые Преграды Сатаны Первое Это Не воля Божия Два Бог Тебя Не любит Три Бог Именно Это Не готов Тебе Дать Поэтому Если Мы Хотим Иметь Живую Веру Действующую Мы Должны Все Время Иметь Ответь На Эти Три Вопросы Внутри Нас Где Воля Божия Как Бог Ко Мне Относится А Вот Конкретно К этой Ситуации Что Он Думает Вы Еще Со Мною Или Нет Я Не сумбурно Говорю Все Четко Тут Изложено Между Прочем Как Никак Я Помимо Того Что Я Сын Мамы Я Инженер Я Люблю Порядочные Вещи Евангелие Атиона 3.16 Это Величайшее Откровение В этом Местописании Я понимаю Что Вы Впервые Слышите Атиона 3.16 Никогда Не Видели В жизни Поэтому Товое Служение Дайте Нам Пожалуйста Легендарное Местописание Которое Называется Евангелие От Иоанна 3.16 Так Вы Видите Товое Служение Выключите Теперь Теперь Мы Будем Все Наизусть Повторить И Проверим Кто Помнит Евангелие От Иоанна 3.16 Планета Где Молчат Все Время Вот Раз Два Три Двенадцать Переводов Я только Что Услышал Теперь Верните Нам Синодал Перевод Ой Ай Ай Ибо Так Возлюбил Бог Мир Заметите Мы Только Что Ответили На Один Вопрос Что Отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий У него Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную Первое Бог Возлюбил Мир Что Такое Мир Это Не Тебя Верующего Покаянного Это Тебя Грешного Потерянного Лежишь Непонятно Где Пьяном Виде Вот Бог Тогда Тебя Полюбил Интересно Когда Бог Любит Что Это Означает Смотрите Как Говорится Яков 1 17 Написано Вот Так Всякое Даяние Доброе Всякий Дар Совершенный Скоро Свыше От Отца Света У которого Нет Изменения И Ни Тень Перемены Если Бог Полюбил Тебя Когда Ты Был Миром А В Нем Не Бывает Нет У Него Изменения И Ни Тень Перемены Не Меняется Бог Уравнения Сложны Скажите Мне Если Он Так Возлюбил Тебя Тогда Сегодня Какое Отношение Бога К Тебе Он Еще Любит Передумал Уже Непонятно Какая Его Позиция Я Вас Не Слышу Третий Раз Он Любит Заметите Зафиксируйте Себя В сердце Нет Такого Что Бог На Тебя Смотрит С Яростью Этого Нет Он Может Чем-то Недоволен Он Может Не Радоваться Чему-то Но Он Не Смотрит На Тебя С Пылающими Глазами Ярость Нет Да Он Ищет Метод Тебе Помочь Если Не Тем Занимается Он Ищет Метод Как Тебя Вытаскивать Как Освободить Как Тебя Очистить Но У него Нет Ярости Тебе Фундамент Платформа Нашей Веры Бог Любит Меня Скажите Меня Любит Бог Вот Получается Не Важно Как Что К Чему Откуда Какие У меня Юбка Платья Бруки Носки Яркие Синие Как Один Сказал Ты уже Не Спасен У тебя Зелоние Носки Если Носки Определяют Спасение Да Будет Но При Всех Моих Зелоних Носках Желтые Пусть Будет Бог Меня Любит Поэтому Если Бог Меня Любит Прошу Прошения Когда Я к Нему Отношусь Уверенно Потому Что Он Меня Любит Если Вы Не Верите Что Он Вас Любит Я Прошу Прошения Но Я Уверен Я Знаю Поэтому Я К Богу Прямо Как Домой Этот Бог Этот С Которым Мы Им Дело Он Определил Свою Позицию Он Тебя Любит скажите, я любимый человек у Бога некоторые из вас, вы не привыкли вы никогда не были любимчиками, правильно, я тоже но сейчас я любимый у Бога я не знаю, кто еще любимый у Бога скажите, я любимец у Бога но вы говорите, как будто это дешевая вещь нельзя, надо показать, что это очень дорого стоит аминь, скажите, я у Бога на небе любимец, скажите, любое время приди к нему, он обратит на меня внимание помните мучения Исфири и царя но все знают, что вот 30 дней царь никого не звал к себе отчего царь никого не звал 30 дней может у него депрессия, расстроение или что-нибудь, похмелье после выпивки на здоровье но у нашего Бога нет ни похмелья ни расстройства ни депрессии и понадобилось если так народиться чтобы у царя ушла эта депрессия а наш Бог нам не обязательно народиться многие из вас мы вас видим в церкви после двухчасовой обработки лица да, по утрам мы вас в натурале мы не знаем мы вас видим после двухчасовой работы и мы согласны амин, аллилуйя но к Богу можно проснуться как есть волос смотрит на юг сейчас на север третий туда шестой туда вообще когда ты лежал в кроват у тебя голова была возле подушки и ты проснулся почему-то ноги возле подушки да, вот и никому не говори в церкви что так в кудьбе бывает не надо они не такие милостивые и Бог скажет мой любимец ой пастор Генри мне нужно покраситься потому что я хочу с Богом поговорить и ты думаешь он полюбит тебя больше после да нет ибо так возлюбил Бог что отдал сына своего скажи меня Бог любит скажи моя вера основана на то что меня любит Бог вот это основа нашей уверенности это основа нашей веры это основа нашей улыбки это основа всего когда кругом гремит хорошего ничего не видно не слышно и не предвидится мы улыбаемся не от того что мы видим от того что кто-то возлюбил имя ему Господь Бог и он выше всего и в его любви можно успокоиться кто-то кто-то скажет амин он возлюбил и отдал сына своего дабы всякие верующие замерите возлюбил то да но он дал кое-что выбор скажите выбор дабы всякие верующие то есть я могу решать не принимаю его любовь не верю в его любви не принимаю его подарок мой выбор вот к сожалению много христиан в течение дня выбирают не верить особенно в некоторых вопросах он возлюбил и сказал вот моя любовь выбирайте меня это я видел смешную картину в отпуске мужей и жены и по-моему маскировали мужей оставили только или ногу нога или что-то я не помню и жена должна была найти своего мужа то ли по ногам то ли по чем я не помню и вот и каждая пришла находить своего мужа по-моему из десяти шесть выбрала чужих мужей когда потом открыл ой 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 и Бог говорит тебя люблю я отдал сына своего доказательства моей любви выбирай меня а мы что говорим не ты мне марихуана не даешь не ты мне не разрешишь колоться он говорит я то бы тебе разрешил если бы оно тебе было на ползу но типа колется ты умрешь ай мне надо чтобы ты жил и ты исполнил нет я свободен хочу колоться ты же умрешь от этого да Бог ограничивает мою свободу да нет я хочу что ты люби своих детей да вот твой образ жизни передаст им да мне все равно пусть они потом разберутся сами но так же неразум нет и вот получается Бог любит нас и он говорит вот я люблю вас но вам надо меня выбирать и это выбор это ежедневный ежечасный еженедельный ежемесячный явление и во всех вопросах этот выбор выбирай доверять Богу скажите я выбираю доверять кому скажи я делаю выбор заметите выбор доверять Богу основывается на выбор поверить в его любви к тебе это я должен верить что он меня любит я понимаю что есть много рискован и люди думаешь верят что он меня любит мне всегда жал девушки когда хотят входить замуж и начинают вокруг них все петухи прыгать и попробуй определить кто настоящий и она она должна выбирать кто с мамой поговор кто с тетей поговор кто с подругой поговор кто с кем то еще они разговаривали с многими людьми чтобы попробовать делать правильный выбор а это любовь проверена доказана в нее можно поверить смотрите 2 коринфянам 1.20 это же мы решили вопрос как Бог к нам относится он меня любит теперь есть еще один вопрос а где воля Божия а вот воля Божия вдруг не такая ибо все обетования Божия в нем да и в нем амин во славу Божию через нас скажите обетование Божие это воля Божия еще раз скажи обетование Божие это воля Божия скажи а во Христе Иисусе а не да и амин заметите это не религиозное утверждение что обетование Божие во Христе да и амин это реальность это то что на самом деле есть. Бог дал знать, что Он любит. Его воля у нас. Он дал нам обетование Божие. А не в этой книге. И можешь их найти, и где бы ты ни нашел любое обетование во Христе Иисусе, да и аминь. Давайте еще раз. Ибо все обетования. Сколько обетования? Сколько обетования? Все или часть? Скажите, все обетования. Замерите, это обетование по спасению души, по здоровью тела, по обеспечению, по семье, по детям, по работе, по бизнесу, по учебе, по долгодням, по радости души, по миру в сердце. Все обетования во всех направлениях. Это когда муж не верующий, или жена не верующая. это когда дети неверующие или родители неверующие. Все обетования, это когда начальники неверующие или подчиненные неверующие. Все обетования, это когда это вообще все, когда угроза и когда радость. Все здесь есть. И они все да и аминь. Смотрите концовки этого стиха. Во славу Божию через нас. Обетования Божьи не приносят Богу славу, кроме если они исполняются в нас. Когда исполняется обетование Божьи в нас, это дает Богу славу. Бог от этого прославляется. А мы боремся. Хочет ли Он мне дать? Во Христе Иисусе они все да и аминь. А может не мне? А на основании чего ты решил, что кроме тебя? На основании чего? То есть для всей это правда, кроме тебя одного. если кроме тебя, значит, ты самый спец вынятка в мире. Так, по-русски. Исключение. Значит, ты еще более спецчеловек. Из семи миллиардов только одно исключение. Значит, ты человек спецзначения. должно быть на облаках написано Библия правда, кроме для тебя. Хо-хо, ты великий человек. Только о тебе написали в небесах, а для всего мира уже написано. скажите, Бог любит меня. Скажи, неизменно. Второе, скажи, все его обетования это воля Божия обо мне. Скажи, я могу в любой момент их получить во Христе Иисусе. Вот, Богу у него было желание всегда убедить нас. Бог, он знал, что мы сложнее. Что, не повторить многократно, мы забудем. Мы перестанем верить. Смотрите, что он говорил. Фундамент, платформа нашей веры, вот я родился или начал дело, служение, бизнес, семью, неважно, что ты начал. Что тебя ждешь впереди, ты не знаешь. Мне понравилось, как сказал один человек, все мои аргументы, опасения о том, что может не так произойти в жизни, они легитимны, то есть они законные. Все. Родить ребенка, вдруг заболеть ковид, это все легитимно. Есть и ковид, и может заболеть. Начну бизнес, вдруг меня будет штрафовать, обанкротиться. Это правда. Тебя могут штрафовать, ты можешь обанкротиться. Кто не будет меня слежать? Но начну новый бизнес, а вдруг оно не пойдет? Это правда. Оно может не пойти. А вдруг я начну служение, и не будет успеха? Правда. Можно начинать, и успеха не будет. Кто не будет меня слежать? То есть это правда. Но мне понравилось, что сказал этот человек. Он говорит, от этой правды у меня жизнь улучшается или нет? Ну если я выйду из дома, пойду искать работу, я замерзу. Это правда. Можно замерзнуть. Поэтому можно сидеть дома. Но вопрос, от того, что ты сидишь дома, и тебе тепло, улучшается жизнь? Нет. поэтому начинай шаги в направлении улучшения. Скажи да, аминь. Этот человек мне понравился. Еще одно слово я вам скажу и пройду на следующий пункт. Он сказал, машина ломается. У кого-нибудь поломался машину в жизни? И кого вы позвали? Мужа. Приди, бегом, я жду тебя. хорошо. У вас машина поломалась. Особенно в 2000-е. Сейчас много автоматизирования машины. Тяжели раньше, когда машины были машинами. Поломалась машина. Есть два варианта. Вариант первый. Аварийку и сидеть. И ждать Деда Мороза, который придет. Я вижу у вас мигалку. У вас поломалась? Да. А я вам помогу, доведу до того, ты ждешь милость Деда Мороза. И он даст тебе помощь столько, сколько он захочет. Это вариант первый. Ждать Деда Мороза в мигалке. Или аварийки. А вариант номер два. Это выйти с машины. Закатать рукава. И начинать. И самый тяжелый момент это оттолкнуть первый метр. Потому что машина стоит. Как толк ты оттолкнул первый метр, дальше уже легче. И он говорит, в жизни он принял решение, где бы он себя не найдет, он всегда будет выходить из машины и всегда закатать рукава и всегда будет толкать. Потому что кто не толкает, всю жизнь ждет Деда Мороза. И прошу вас, перестаньте ждать Деда Мороза. Христианство это не вера Деда Мороза. Мы сидим, Бог нам поможет. Поймите меня, вера действует. Она не сидит ждать Деда Мороза. Это не вера в того Бога Творца Неба и Земли. Этот Бог, он ожидает с нашей стороны действия. А не сидит с аварикой, слезами, саможалость, помогите, меня обидели. это какой-то обман дьяволский. Кажется, я жесткий с вами. Нет. Я пытаюсь перенастроить вас в ваших взглядах. Христианство не Деда Мороза. Вера. Где мы сидим всегда с аварикой. Богу мне нет чего кушать двенадцать. Помоги. Халлилуйя. Ровно двенадцать Бог дал мне еду. Ну, здорово. Но скажи мне, не лучше ли не ждать обед от Бога в двенадцать, а от Бога получить, как заработать, чтобы не только был обед, и ужин, и покормил пять тысяч человек еще. Разве не лучше? Я всегда в восторге, когда я читаю эти книги. Я жил только верой. Бог меня кушает. Ничего уже сижу, аллилуйя, и тут Бог принес, аллилуйя. и все начинают настраиваться на эту волну. Обеды от Бога в двенадцать. Я не хочу, чтобы вы настроились на эту волну. Двенадцать часов Бог принесет обед. Я хочу, чтобы вы настроились на другую волну. Да, есть момент, когда без другого варианта нет. Есть. Илия в пустыне нет другого варианта, кроме как ворона приносит. Аллилуйя, слава Богу. И то он там не занимался саможалостью. Илия, я имею ввиду не тебя, но другой Илия из Библии. Тут у нас еще один Илия. Пастор, молитесь за меня. За что? Чтобы, ты видишь этот брать? Да. Я ему должен двадцать тысяч долларов. И за что молиться? Чтобы он меня простил. слушай, ему тоже нужны двадцать тысяч. Это его деньги. Он не заработал с какими-то планами. Я так не помолюсь за тебя. Я помолюсь, чтобы Бог дал тебе стратегию, чтобы ты заработал двести тысяч. И ты отдал брату двадцать, добавил ему десять благодарностей, и у тебя остался сто семьдесят. Кто наоборот меня слечит? А вот это вера во имя Иисуса я как называется огнем духа зажигаю все мои долги, чтобы никто ко мне не подходил. Если подходят ко мне на них огонь Божий. Огонь Божий за то, что он приходит к тебе просить свои деньги. Нет, это не тот огонь, который надо. Не надо на людей, которые тебе помогли в свое время, теперь на них ты отправляешь Божьего огня? Прошу прощения, нейтрализую эти все дьяволские бесовские огни, которые отправляют на людей неправильно. во имя Иисуса. Если будет направлять огонь на человека, который когда-то тебе помог, этот огонь я провозглашаю да возвращается обратно к тебе. Отдай человеку его деньги. Знаете, как люди поступают в церкви победы, когда не хотят дать долги? Уходят из церкви. И потом где-то его найдешь. потом нигде его найти. Ладно. Смотрите. Матфея 1.23 Идем в жизненном пути. Но родился ребенок, семья началась, бизнес начался. Где у меня гарантия столько все аргументов, что у меня все может разваливаться. Правдивые аргументы настоящее действительно может разваливаться. Я недавно пошел на Гаверлу, я написал себе, какие могут быть проблемы. Нога может поломаться, камень может скатиться, ударить меня, или Филиппа, или Джона. Много-много чего. Дождь может пойти, ветер подует, дерево упадет. Все это правда. Все это может происходить. Но я в любом случае, в жизни надо посмотреть на все 250 аргументов, почему нельзя и сидеть дома. Или смотреть на аргумент, почему можно и шагать в гору. Я выбираю шагать в гору. Спасатели не спасатели для лежачих дома, а не спасатели для действующих в гору. Пусть спасают меня, зато я иду в гору, чем спасать меня от того, что я лежу дома. Ладно, читаем. Все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит с нами Бог. Бог настолько хотел доказать, что он с разных сторон к нам приходит. Он то и так, чтобы мы верили в его любви. Потому что мы по натуре скептики. Чтобы мы поверили, нужно, чтобы слева, справа, сверху, снизу, со всех сторон наконец ему скажут, да, ладно, поверил. И то сомневаемся сразу после этого. Когда Иисус родился, помните, что во Христе Иисусе, скажите, во Христе, все обетования, а не да, и аминь. Скажите, во Христе. Так, кто такой Христос? Еммануил. Что это значит? С нами Бог. То есть, Иисус Христос, это Божье доказательство, Его готовность и желание сопровождать меня и тебя по твоему жизненному пути. Да, в дороге много опасностей, да, будет сложность, да, будут угрозы, но я сопровождаю тебя в дороге. Ну, как это называется конвой? Конвой. Конвой машин, которые сопровождаются военными. Когда проходит конвой через район, который опасный, там могут быть налетчики, грабители, да, террористы, они ставят конвой. То есть три военные машины впереди, три в середине, три в конце. Зачем нужен конвой? Сопровождать. Почему? Дорога опасная. Потому что там есть налогики. И военные это люди обученные справиться успешно, легко это их ежедневная работа. Когда вы встаете идти на работу, что вы делаете на работе? Я печатаю, а они когда идут на работу, что они делают? Ньютрализуют налогиков. Это их работа. Когда они рядом с тобою себя чувствуешь безопасно? Конечно! Это их работа. Я слышал ребят рассказывали американцы и говорили, вот вы не боялись, что вам дали такое задание сложное? Нет! У нас такие задания за день десять. У нас как на работе. Мы пришли, какое задание номер один такое? Полчаса репетировали и поехали, вернулись. Следующий и десять в день и пошли спать. И каждый из них, как они говорят, не менее все опасны. Это наша работа. Иисус говорит, да, в пути будет сложно, да, в пути будет есть шанс на банкротство, есть шанс, что семья распадется, есть шанс, что ребенок заболеет, есть шанс, что если ты поедешь на командировку, ты не вернешься живым, есть шанс, что будет авария, но есть конвой, скажите конвой, скажи небесный конвой, сопровождает меня. Какое? Еммануил, Бог не сказал ангелов пошло, нет, Он сказал со мною Бог, если ты вне Иисуса, для тебя это не работает, во Христе с тобою Бог по жизненном пути. Пастор Генри, почему вы так уверены на завтра? Это не потому, что я тупой, что я не знаю, какие опасности завтра, я знаю, какие, но я уверен не от тупизма, а того, что Еммануил со мною Бог, поэтому улыбаюсь. Пастор, твоя улыбка меня раздражает, это другое дело, но я буду дальше улыбаться, я не тебе улыбаюсь, я Господу Богу, и самому себе зеркало еще. Скажи со мной Бог, еще раз скажи, со мной Бог, скажи, поэтому встречу завтрашнего дня, скажи, уверенно, смело, скажи, что бы ни произошло со мною, я одно знаю, меня провожает небесный конвой. вот поэтому смотрите, не бойся войти в делах, причина, есть конвой, тебя сопровождают, опасность, которую ты перечислил, они реальные, но конвой не менее реальный, не менее реальный, это есть платформа нашей веры, поэтому говорится 1 царство 18 глава стих 13 по 15 пришел Давид к Саулу и смотрите, что происходит, и удалил его Саула от себя, то есть Саула удалил от себя Давида, и поставил его у себя тысяченачалником, это военным началником, и он выходил и входил перед народом, теперь слушайте следующий стих 14 и Давид во всех делах своих поступал благоразумно и Господ был с ним 15 стих И Саул увидел, что он очень благоразумен и боялся его в оригинале 14 стих верните 14 и Давид победил во всех делах своих почему потому что Господ был с ним ему дают задание против лицемляне победил против того победил против того победил не от военной подготовки а потому что Господ был с ним если Бог провожал Давида в Ветхом Завете где Иисуса Христа не было когда медведь пришел а почему Давид победил медведь с ним был Бог не потому что Давид умный это те причины которые мы бы подняли там медведь там лев там опасность там то это все правильные аргументы но Давид с ним был Бог и аргументы перестали быть аргументами он это объяснил Саулу он говорит понимаете цар вы правы что Голиаф воин с юности а я юноша но есть другой еще фактор со мною Бог и потом Саул сказал хорошо пусть Бог твой который с тобою избавит тебя и он избавил Голиафа да все мечтали эту позицию чтобы с ними был Бог и поэтому когда Мария должна была родить Исаия за сотни лет говорил съедева зашнешь во шреве и родить сына и общая мечта Израиля чтобы с ними был Бог исполнится в этом сыне поэтому имя ему будет Еммануил на память чтобы все запомнили с нами Бог скажите со мною Бог скажи в этой жизни он со мною дать дать мне успеха защиту скажи даже мои враги завидуют меня скажи Божий успех Божье сопровождение невозможно прятать скажи и она со мною пастор с вами с вами со мною скажите в следующем году со мною скажи до конца моих дней он со мною вот это есть платформа нашей веры поэтому мы можем безопасно доверять ему есть два варианта даже три первое игнорировать факт что он со мною это вариант первый просто игнорировать я прослушал спасибо пастор генри хорошее слово аллилуйя аминь слава богу и игнорировать из себя вести дальше как будто его нет вариант первый кто выбирает этот вариант вариант номер два к этому религиозно относиться когда у меня будут слезы и на душе трогательно я поверю что он со мною а когда на душе я ничего не чувствую я не буду верить это вариант номер два который обычно большинство христиан в нем и ходят а третий вариант который я выбираю и предлагаю всем кто себя считает командой пастора генри мы выбираем с вами у вас выбора нет вы выбираете номер три со мною какой вариант все что сказано это правда так и есть не собираюсь игнорировать факт что со мною Бог Он провожает меня и я не буду ждать пока на душе у меня будут соответствующие чувства или настрои я буду двигаться рисковать шаги масштабы доверять мою жизнь Богу и двигаться исполняя Его поручения зная что небесный конвой меня сопровождает это для всей кто команда пастора генри кто еще это принимает для себя аллилуйя давайте мы все встанем вера действующая живая вера который действует это это кошу кошу кошунство принимать решение не верить это ужасно сколько надо гарантии от Бога чтобы поверить сколько надо прими решение доверять Богу у тебя одна жизнь используй ее доверять Господу просто доверяй Ему просто доверяй Ему живи в доверии Ему спасибо тебе Господь мы доверяем тебе мы принимаем решение доверять тебе подними свой голос молись в духе молись в духе хора маша кандария масок ма 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 дури мы доверяем тебе Господь сегодня мы каемся за неверие мы отрекаемся от неверия мы отрекаемся в любом направлении где мы тебе не верили где мы перестали ожидать прости он дает небесный конвой он дает небесный конвой этот конвой поможет тебе сопроводить тебя даст даст успеха даст защиту даст помощь он поднимет тебя возвращайся к Божьим делам возвращайся к Божьим масштабам возвращайся к Божьим решениям во имя Иисуса Божьим Божьим сегодня решение принято церкви победа доверять тебя для больших дел для чудеса для благословения для защиты для содействия от тебя во имя Иисуса мы согласны на большие масштабы настроения церкви победа во имя Иисуса спасибо тебе Господь Божьим в те направления где мы ждем чудо сегодня мы принимаем решение доверять тебе назовите направления где тебе нужно чудо назовите направления Божьим принимаю решение доверять тебя доверять тебя доверять тебя в этом направлении в этом направлении в этом направлении во имя Иисуса во имя Иисуса Господь, мы благодарим Тебя, Боже, я провозглашаю Павших чудес на Твой народ Чудеса в здоровье, исцеление, чудеса в финансах, прорив Чудеса в бизнесе, успеха, чудеса в защите и охране Во имя Иисуса, спасение близких Во имя Иисуса, спасибо, Господь, расширение, исполнение мечты, ожидания Во имя Иисуса, спасибо Тебе, Господь, мы сегодня оживляем нашу веру Тебе, наш Бог, во имя Иисуса Спасибо, Господь, благодарю Его, благодарю Его, подними свой голос, благодарю Его Просто скажи Ему спасибо, скажи Ему спасибо, Господь Мы отрекаемся от нелюбов, от ненависти, от неправильного отношения к другим верующим Это мешает нашей вере Мы прощаем, мы любим, мы благословляем И мы обещаем подойти, исправить отношения всех Во имя Иисуса, для того, чтобы не было препятствий Нашей вере, во имя Иисуса Спасибо Тебе, Господь, мы любим Тебя, благодарим Тебя Еммануил, с нами Бог По жизненном пути Мы не брошены, мы не оставлены Небесный конвой провожает нас Во имя Иисуса И весь народ да скажет Аминь, аллилуйя Аминь, аллилуйя Аминь, аллилуйя Аминь, аллилуйя Аминь, аллилуйя Аминь, аллилуйя